Контент предоставлен компанией Electronic Arts и программой Create Network. Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хабагивили. И в сегодняшнем видео мы с вами смотрим на режим строительства и покупки из нового игрового набора Оборотни. Скажу сразу, этот игровой набор и именно режим строительства и покупки меня очень порадовали. А если вдруг вы не видели обзор одежды из этого игрового набора, то по подсказке в правом верхнем углу можете посмотреть. Там есть что посмотреть, правда. Вот. А что касаемо режима покупки и строительства, скажу так. Меня данный игровой набор правда порадовал. С помощью этого игрового набора, вот мы сейчас смотрим на двери, вы сможете построить настоящую, наверное, лачугу лешего или лесничего, или что-то типа того, или какое-то заброшенное здание. И я понимаю, что до этого в Sims 4 было много объектов, которые тоже были вот стилистически похожи на эти, но эти объекты действительно дополняют все то, что сейчас есть в Sims 4. И смотря на различные деревянные покрытия на стены, деревянные двери, деревянные окна без стекол, или каменные окна со стеклами, вы смотрите на это все, и вы понимаете, что действительно с помощью этого игрового набора вы с легкостью можете построить такой, знаете, маленький домик в деревне, где-нибудь в захолустье. Если это скооперировать еще и с дополнением загородная жизнь, получится что-то феноменально крутое, классное, очень ламповое и очень такое, знаете, вот прям, вот ты смотришь на это и понимаешь, что ты находишься максимально за городом, отдаленно от всего того, что вообще, ну вот, все, что связано с городом, нет. Это очень круто, это очень здорово, и мне нравится такой стиль, правда, я обожаю то, что связано с какими-то огородами, посевами, загородной жизнью, деревней и тому подобное. Мне, правда, нравится в Sims 4, и это выглядит круто. Также вот сейчас мы смотрим на заборчики, вот этот заборчик такой металлический, он похож на заборы Sims 2, и это мне нравится, все, что похоже на Sims 2, мне нравится по умолчанию, потому что я дикий фанат второй части игры за Sims, это мое детство, это мое юность, это мое восприятие и воспитание Sims'а таким, какой он есть. Единственное, что меня расстроило, так это ворота для заборов, потому что к нам с этим игровым набором пришло три вариации забора, но ворота только для одного. Для остальных двух заборов ворот нет. Вот такие дела. Одна лестница с различными расцветками и также перила для этой лестницы в цвет того самого интересного забора из Sims 2. Именно выглядят так же внешне. Также пришел один новый куст для того, чтобы можно было пописать и позаниматься в уху. Вот такие дела. И то, что касаемо крыш. Крыши, точнее покрытия на крыше, это что-то, я не знаю, вообще, как разработчики добавили нам такую красоту, потому что нет, ну это очень круто. Это правда очень... Хотя, одна крыша багует. Вы видите, есть такие некоторые прозрачные моменты. Если ты крышу увеличиваешь, этот прозрачный момент исчезает. Но в маленьком виде, почему-то крыша как будто бы полупрозрачная в каких-то местах, но не суть. Они пофиксят по-любому, если заметят. Также к нам пришла крыша полностью покрытая мхом и крыша с дырками. Вот. Я, конечно, навряд ли думаю, что через эти дырки будет как-то дождь попадать в дом, да, или там либо в пинхаус, в квартиру. Вот. Но все же. То, что касаемо режима покупки, это мебель. Вот. Ее здесь довольно много. Но, ну, как бы, смотря на то, что я изначально думал, что ее тут не очень, а ее тут, в принципе, нормально. Вот. Это здорово. Это классно. Мебель имеет как обычные расцветки, имеется в виду классические, так и потрепанные, потому что это стилистика данного игрового набора. Я обычно... Нет, мне, конечно, хватало объектов режима покупки, строительства, такие какие-то жухлые, пожамканные, потому что, опять же, повторюсь, я обожаю вот за всю вот эту вот стилистику, тематику какой-то не ультра-пупер-богатой жизни. Наверное, поэтому мне не нравится дополнение Путь к славе. Я чисто вот просто где-то на интуитивном уровне я и богатая жизнь это что-то несовместимое друг с другом. Поэтому мне даже в Sims нравится вот такое все жухлое, помятое, пожамканное, порванное, замотанное изолентой и тому подобное. Выглядит круто. Также мне очень нравится, как разработчики стилизировали столы компьютерные. Там есть стол, который просто состоит из двух ящиков и двери сверху лежащей. У меня до этого такой был только док-контент. И также там есть стол, который подперт книжкой, потому что одна ножка меньше, чем все остальные. Вот. А также здесь пришла дверь, которую вы можете поставить, точнее, не то чтобы дверь, это такая некая комнатка, похожая на лифт, которую вы можете поставить абсолютно в любом городке. И через эту дверь вы сможете попасть в новый город. Что добавляет крутости этому объекту, лишь только потому, что вы можете попасть в новый город не какими-то, скажем, читерскими путями, да, выйдя на карты городков, нажать, путешествие, бла-бла-бла. А вы можете прям, грубо говоря, ногами, ну, практически, понятно, что через загрузку. Понятно, что это будет через какие-то квесты и тому подобное. Но это выглядит очень, очень по-натуральному и очень по-настоящему, что вы заходите в эту дверь, проходите некий квест, выполняете задание, как попадание в секретную локацию, что-то типа того. Вот. И вы попадаете в новый городок. Это круто, это здорово, правда. И, кстати, этот обзор я записывал в новом городочке, Moonwood Mill. Вы можете видеть один из его участков. Вот. А что касаемо настенных объектов, так, здесь пришло очень классное зеркало. И также тут есть разбитое зеркало, чего реально не хватало. Порой в каких-то постройках, в лично моих постройках, заброшках и тому подобное, разбитых зеркал, и здесь такое имеется. Там есть разбитость, как сверху, так и снизу, поэтому можно поиграться так, как вам хочется. То, что касаемо остальных объектов, так вы видите сейчас их на своем экране, они классные, они здоровские, все стилизировано, все выглядит потрясающе. В особенности, мне понравилось, что разработчики наконец-таки догадались, что, оказывается, трещины могут быть и на полу, не только на стенах, да, привет, игровой набор вампиры, вот, и StrangerVille, вот, что трещины могут быть еще и на полу, по-моему, не было до этого трещины на полу, и меня может память подводить моя, поэтому, можете исправить меня в комментариях, вот, но здесь пришли трещины на пол, можете теперь еще и пол изуродовать, вот, точнее, стилизировать, да, назовем это так, вот, но режим строительства и покупки действительно классный, ну, действительно здоровский, я ему, наверное, поставлю, если оценивать по пятибалльной шкале, я поставлю ему, наверное, четверочку, вот, 4 из 5, что, мне кажется, заслуживает хорошего, хорошего внимания, правда, игровой набор здоровский, мне нравится все, начиная от одежды, заканчивая режимом строительства и покупки, с учетом того, что одежда, конечно, могла быть побольше, но об этом я высказался в обзоре на одежду, вот, они просто скопировали мужскую одежду на женскую, точнее, женскую на мужскую, хотя могли бы добавить чуть больше одежды, как бы, типа, коллекции для мужчин и для женщин, и просто мы бы могли убирать фильтр, женская и мужская, и одевать одежду на персонажа какую угодно, а в итоге мы получили просто в два раза меньше одежды, чем могли, и вот, такие дела, поэтому, если вам нравится это видео, мне нравится этот игровой набор, так что я в восторге, честно, очень круто, очень здоровский, я прям кайфанул, правда, мне очень нравится режим покупки, режим строительства, и режим одежды, я еще не смотрел геймплейную часть, ее мы с вами посмотрим на трансляциях, так что жду всех, приходите, вот такие дела, также, кстати, тут есть закрытые объекты, но, там типа, прокачиваете навык, и они открываются, ну что, всем спасибо большое за просмотр, с вами был Сергей Тханалхубогибель, и всех безумно люблю, спасибо еще раз за просмотр, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, дабы не упускать самую свежую, интересную информацию, впереди нас ждет новое дополнение, старшая школа, всех безумно люблю, и всем пока-пока, мои хорошие, пока-пока.